ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ...по называемое коррективное содержание, в общем, вечером, была дополнительно поставлена кровать, новое место, ну, и там было, что, понимаете, это недомашние условия. Я уже в возрасте лежит за 8 лет. Естественно, бессонная ночь, удалось-не удалось там пару часов поспать, плюс длительная дорога. Вот, ну, так, чтобы можно сами делать, вот, в моем самочувствии. Ну, я держусь. Мне пишут письма, писали письма, я на все дала ответ. Не дала, ну, что, ну, писем 10 где-то я дала ответ, приблизительно. Вот, там уже писали, писали, с поддержкой, с понимающей, я им очень-очень благодарна. Материальные помощи мне присылали, тоже очень благодарны. Приходится писать, принимать, потому что другого выхода у меня нет, к сожалению. Хотя я не люблю быть должником, никогда не было в жизни должником, и всегда зарабатывала слова, вот, и всегда рассчитывала только на свои слова. Помогала другим людям, активно помогала, всем своим родственникам помогала, вот, и, ну, тем не менее, я благодарна. Люди от чистого сердца их делают. Вам же обвиняют в том, что вы произнесли такие слова, про законы, для любви. Нет, 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 могу перекреститься, я верующий человек, нет. То есть такого вы подтверждаете не было, вы не говорили? Нет, нет, я врач, я не могу говорить такие слова, это больно, это больно слова. А скажите, аудиозапись вилась, аудиозапись приема в кабинете вилась? Нет, у нас нет аудиозаписи, нет никакого подтверждения. На каком основании она меня может так обвинять? Если нет никакого подтверждения, понимаете, не было разговора, ничего не было. Женщина неуравновешенная, у нее там какие-то семейные проблемы. Как я в последующем поняла, у нее трое детей, она сама их воспитывает, еще проживает с матерью. Это я читала в личном деле, когда я брала копии протокола очной ставки. И мне разрешение официально все, я это прочла. Поэтому она была очень неуравновешенной себе вела. Она сама сказала на очной ставке, я вела себя сумбурно. Кроме того, я с ней не контактировала. Обычно, когда я принимаю, веду прием, мама с ребенком садится справа от меня на стуле. Я вижу обоих, и маму, и ребенка. Она ребенка предоставила самого себе. Я вела прием ребенка спокойно. Я всегда спокойно веду прием полностью. Она была очень доверена приемом, понимаете. А она сидела на кушетке, справа от меня кушетка стоит. Я ее даже не видела. Она же в этих сумках своих постоянно, шебуршила в этих сумках, постоянно говорила, говорила. Потом к ребенку стало как-то так она... Говорить не... А, ты думаешь, ты в школу не пойдешь? Нет, ты пойдешь в школу. То есть человек все время как-то говорил, говорил и говорил. Я еще подумала, я вспомнила потом, я подумала о том, что нехорошо, но что при ребенке так и приедет. На работе я очень занятой человек. Я беру вне врач. У меня очень напряженный график приема. Почему? Потому что если в отличие от других врачей можно записаться на определенное количество времени, то ко мне могут прийти и за 5 минут записаться 10 человек. Там нет ограничения по возрасту. И огромная толпа за дверями стоит. В этом деле что-то кроме заявления этой мамы и ребенка есть? В вашем деле есть что-то кроме заявления? Ну, вы знаете, меня вот что еще возмущает. Во-первых, меня возмутила характеристика, которую мне дали заведующие. Я не знаю, я очень сомневаюсь, что это заведующие. Написано, что типа я человек скрытный, необщительный, друзей у меня нет. Какие друзья могут быть на работе? У нас рабочая обстановка, рабочие отношения. Какие друзья? Хорошие отношения. Я человек доброжелательный. И, понимаете, за 4,5 года работы дежурным врачом именно на этом месте не было ни одного замечания никакого-либо. Заведующая, Наталья Васильевна, она очень со мной считалась, очень меня уважала. Если мне какая-то была просьба перенести подвигу или что, она всегда мне шла на встречу. Я же видела ее отношения, понимаете? Говорит о том, что я якобы ее успокаивала, маму. Какое может быть успокоение? Если разговора даже не было на эту тему. А тут еще говорить о успокоении. Это не входит в мои функции. Я уже была арестована, надели мне наручники. Я сижу и ела свою рыбу, которую успела схватить, уже голодная была. И вдруг показывается, вдруг отлично заходит. Как ни в чем не бывало. Она же распрощалась и ушла. Заходит. И спокойно, вальяжно, как у себя дома, как встали. Как будто она здесь, ну, как, не знаю, как свой человек садится на место секретаря. Там такая секретарь, Катя здесь такая, бурятка. Ну, как он засидал по национальности, садится. А это Катя садится за стол Бочарова и начинает что-то печатать. Я человек, ну, как бы я поняла, догадалась, что что-то здесь не то. Какой-то идет подлог. Но я ничего не говорила. Через какое-то время заходит сам Бочаров. У него часы электронные стояли на столе. Я посмотрела на время. Четыре часа и две минуты было. И пол голоса говорит о том, что... Говорит о том, что дверь была открыта и другие тоже слышали. Он засказал пол голоса. Простите, мы поскольку не понимаем. Подождите, дверь где была открыта? Я хочу... К кабинете. К кабинете во время прививки. Яков выдавал. Я различно снились. Вы понимаете, я ничего не спасала. И дверь была открыта. И он говорит, не стесняйтесь меня. Потому что моя судьба уже решена. Понимаете, не стесняйтесь. Сегодня обвинение исследовало письменное доказательство по делу. И назначено следующее заседание на 30 мая. Будут приглашены и допрошены свидетели по делу. В том числе и заявительница Акиншина. Я считаю, что доказательства абсолютно не представлены. И как их все дело держится исключительно на показаниях Акиншина. Она в статусе свидетеля. Многие ошибочно полагают, что она потерпевшей по делу является. Она такого не является. Она свидетель. Соответственно, мы сейчас услышали от Надежды, в том числе, что изначально она, свидетель, поясняла, что ребенка в кабинете не было. А теперь она поменяла свои показания. Непонятно почему. И заявляет о том, что ребенок в кабинете присутствовал. Хотя несколько раз, в том числе и на очной ставке, она утвердительно отвечала на вопросы, что его не было. Ну вот, собственно, в судебном заседании мы зададим вопрос, почему она изменила показания. Мы изначально избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Хотя следствие ходатайствовало с самого начала заключению под стражу. Ну вот, расценили ее неявку к следователю, как нарушение этой меры пресечения. Хотя она не предполагала, как, например, подписка о невыезде, чтобы Надежда отпрашивалась. Поэтому мы также считаем, незаконно изменили меру пресечения на более суровую. И жалоба уже на икода, но ждем, пока в Мосгорсуде будет назначена апелляция. То есть телефоны, вот эта переписка были изъяты в ходе обыска. Вы, наверное, видели тоже эти кадры, когда меня как-то адвокатов-то не допускали, несмотря на то, что я два с половиной часа провел под дверью. Но будем просить признать, это протокол обыска не допустил, как и все то, что было изъято в ходе него. Я заявлю ходатайство о вызове судебного заседания лиц, проводивших обыск, и будем задавать им вопрос, почему я не буду от допущения. То есть доказательство, полученное совершение закона, оно является нерависимым. Абсолютно не публичный человек, причем вот приписанный ей разговор, он не был где-то в социальной сети, там размещен, или как-то на улице, или в пикете, как это зачастую бывает, а просто такой приватный разговор, т-т-т. Но я думаю, все триггером послужило то, что было записано видеообращение свидетеля Макиншина, потом НТВ и другие крупные СМИ уже как-то с учетом только позиции свидетеля, не выслышав вторую сторону, сняли репортажи, написали публикации. И, насколько нам известно, это все дошло до сведения непосредственно Пострыкина, который дал указание провести проверку и возбудить уголовное дело. Вот это уголовное дело было поспешно возбуждено, и причем изначально речь шла о том, чтобы возбудить его по дискредитации, а дискредитация предполагает, что есть повторность, то есть она ранее должна была быть привлечена к административной ответственности. Этого не было, соответственно, вопрос дискредитации отпадал, но команда все-таки была. И вот чтобы сохранить лицо, так скажем, все равно возбудили дело по Фейн. Ненавижу это выражение, ожидаемо. Ну, как бы, когда я вижу просто в клетке человека возраста 68 лет, это для меня, знаете, просто двойные удары по моему сердцу и вообще по всему, что во мне еще последнее живое осталось. Спасибо.